Постепенно начинают проясняться контры маневра, который теперь известен как «мирное соглашение по Карабаху». Причем планировалось это или нет, но ситуация складывается таким образом, что самые неприятные для Армении вещи вынуждены говорить сами армяне или россияне, которые там прикидываются миротворцами. В общем, это многоуровневая комбинация и, наверное, оценить ее в полном объеме могут лишь профи, а мы видим только небольшие кусочки этой картины, но и они уже дают некоторое представление об этих событиях. Мы, украинцы, прекрасно знаем о том, что очень часто важность конкретного события перекрывается способом его подачи. Более того, событие может не существовать, но если правильно организовать подачу этого «ни-что», то можно получить вполне конкретные результаты, в частности, «ни-что» в виде власти. И тут важно понимать особенность массовой психологии, которую можно наблюдать в США после выборов. Когда большие массы людей поляризованы относительно какого-то события или явления, они перестают воспринимать доводы противника напрочь. И уж тем более они не пытаются анализировать то, что исходит тот оппонентов. Вспомните свой опыт общения с зеленью, и вы поймете, как это работает. Но этот процесс имеет и обратную сторону медали. Эти поляризованные и противостоящие друг другу части общества верят всему, что несет их условный Трамп. Пашинян или, не к ночи будет сказано, «мертвий чук» со своим кумом Путиным, вот это они воспринимают за чистую монету, если даже те будут нести такую чушь, что посторонний наблюдатель, глядя на это, обязательно уточнит, не психушку ли ему сейчас показывают. То есть опыт показывает, что вооруженную часть войны выиграть недостаточно. Надо выиграть еще и ментальную войну, что куда сложнее. И если вы одержали победу силой оружия, но не достучались до мозгов населения противника, война может продолжиться, приняв другие формы. Просто напомним, что после Второй мировой войны, спустя 20 лет после ее последнего выстрела и оккупации ФРГ войсками союзников, война за мозги продолжалась и, кстати, не очень успешна для союзников. Так, с 1966 по 1969 годы канцлером ФРГ был некто Курт Георг Кизингер. Обратим внимание на то, что в общем ему удалось быть у руля страны три года и два из них он чувствовал себя вполне комфортно. Подвох тут в том, что Кизингер был махровым нацией и вступил в ряды НСДАП в том самом 1933 году, когда Гитлер пришел во власть. А до получения портбилета был активным участником движения. Теперь мы знаем, что специалист по настройке газовых камер в Аушвице или Дахау может легко приравниваться к тому, кто двигал нацистскую пропаганду, и Нюрнбергский процесс дал на это однозначный ответ. Из десятка военных преступников, приговоренных к смерти, в частности, был и Юлиус Штрайхер, который как раз и был боевым пропагандистом. Просто до того момента не дожил Йозеф Геббельс и Штайхер пошел на вешалку от цеха пропагандистов вместо него, поскольку более крупных фигур не удалось достать живыми. Так вот, Кизингер в 1943 оказался на посту главы отдела радиопропаганды Министерства иностранных дел Третьего рейха и до этого он делал очень успешную карьеру. Через 20 лет после войны Германия спокойно сглотнула канцлера – записного нациста. И это уже после того, как Эйзенхауэр распорядился задействовать гражданское население для демонтажа концлагерей и перезахоронения братских могил в воспитательных целях. Чтобы покончить с той историей, просто напомню, что крест на его канцлерстве поставила 29-летняя Беата Августа Кларсфельд, которая публично в прямом эфире залепила канцлеру по щечину и назвала его тем, кем он являлся – нацистом. После этого пошли скандалы и публичные дебаты, а Кизингеру пришлось уходить со своего поста и больше наций канцлерами не становились. Все это было сказано для того, чтобы показать важность этого элемента борьбы. И более того, именно в запущенных случаях контрпропаганда уже не работает, вернее она работает, но не на то, чтобы переубедить противника, а на то, чтобы противник не переубедил твоих сторонников. Любой аргумент с противоположной стороны будет назван фейком и сторонникам этого будет достаточно. Но можно ли вскрыть такую глухую оборону в принципе? Конечно, можно. И методы эти тоже давно известны. Тебе просто следует организовать, чтобы нужная подача информации шла именно из тех источников, которым доверяет противник. Ведь мы же отметили выше о том, что экзальтированная публика уже не фильтрует информацию, исходящую от своих, поэтому ей зайдет любое, что будет сказано не с той стороны, а со своей. Казалось бы, как такое можно сделать? Оказывается, можно. Достаточно посмотреть на Вакарчук притула голос, чтобы увидеть, как именно это работает. Надо подобрать подходящую и хорошо известную фигуру, которая поначалу будет рассказывать вещи, приемлемые для определенной аудитории, а потом постепенно эта публика начинает выдавать то, для чего она и была командирована в стан противника. Как только командировка заканчивается, они сбрасывают маски и вместо записных патриотов становятся партией эстрады с подтанцовкой, откуда как клопы из старого дивана лезут певцы, стендаперы и всякая другая шушера. Но в случае с Карабахом такой номер не проходит. Заслать в тыл врага противника не получится, ведь это у нас можно спутать комика и порядочного человека, поскольку внешне их трудно отличить, а вот спутать армянина и азербайджанца не получится. Там национальный, религиозный, ментальный и культурный разлом, поэтому такой номер не пройдет. Отсюда следует необходимость сделать все таким образом, чтобы нужные вещи были вынуждены говорить и показывать те, кто являются открытыми врагами, а это уже работа более высокого порядка и просто договориться за мешок кэша, как это бывает с нашими борцами всех мастей, не получится. Для этого нужно создавать условия и тогда те начнут говорить, писать и показывать то, что нужно, а вернее будут вынуждены отталкиваться от реальности, а не пропагандистского вымысла. Ведь что рассказывала армянская пропаганда и в чем были убеждены армяне? Они долго и нудно рассказывали о том, что азербайджанские военные, если и продвинулись где-то, то всего на пару-тройку километров и обязательно ценой огромных жертв. Под конец они договорились до того, что азербайджанская армия практически разбита и что нужно приложить последние усилия, чтобы победить в этой войне. Достаточно вспомнить то, как проходили информационные дуэли после освобождения азербайджанской армии того или иного крупного населенного пункта. Сначала было удивительно смотреть на то, как азербайджанские военные рапортуют об освобождении на фоне какого-то хорошо узнаваемого здания с обязательным азербайджанским флагом на заднем фоне. Сначала это казалось каким-то местным колоритом или обычаем, но после погружения в тему стало понятно, что дело в другом. Армяне постят фотографии, где они, якобы, находятся в этом городе и называют сводки азербайджанского министерства обороны сплошным фейком. Из фильмов многие помнят формулу «твое слово против моего слова», которая иллюстрирует неубедительность позиций. Здесь же практикуется «твой видос против моего видоса». И понятно, что азербайджанцы верят своему, а армяне своему видео и фотоматериалу. А со стороны для неискушенного наблюдателя все выглядит сплошным абсурдом. И вот теперь возвращаемся к мирному соглашению. Как минимум, армяне впервые увидели настоящую карту оккупированных ими территорий, где четко указаны районы, освобожденные азербайджанскими войсками. В частности, и те населенные пункты, о которых пропаганда Еревана вещала, что они не потеряны, а находятся в руках их храбрых бойцов. А тут армяне увидели, что то, что им грузили эти полтора месяца – полная чушь. И что это, города и селения, уже далеко в глубоком тылу азербайджанских войск. Причем это же не азербайджанские карты, которые можно было легко найти в сети, а иллюстрация достигнутых договоренностей, где все стороны подписанты согласились с тем, что эти районы выносятся за рамки обсуждения, поскольку по ним Азербайджан уже нашел военное решение. А это значит, что и армянское руководство с этим согласно и знает, что там давно стоят азербайджанские войска и тема эта закрыта. В этот момент в головах многих армян уже начинает срабатывать подозрение о том, что если собственное руководство врало по этому вопросу, то что оно врало еще. А ответ на этот вопрос можно почерпнуть из той же карты, где другие части оккупированной территории раскрашены разными цветами и с подписями освобождается до 15 ноября, освобождается до 1 декабря, а раз так, то дело там настолько плохо, что приходится выводить оттуда свои войска или скорее то, что от них осталось. И тут в дело вступает российская сторона. Они показывают кадры, снятые своими миротворцами, входящими на линию разграничения, в частности в районе между Шуша и Ханкинди. И там они показывают, что случилось с армянской непобедимой армией. Обочины дороги завалены трупами армянских военных и разбитой техникой, и это лишь то, что находится у дороги, а не на позициях и в окопах. Видео смотрите по ссылке под этим роликом. Не правда ли такое видео стоит многого, причем снято это не азербайджанскими военными, которых можно уличить в пропагандистской подтасовке, а россиянами, которым плевать на это все. И тут приходит понимание масштаба катастрофы, а родственники армянских военных, не имеющих о них известий, могут догадаться о том, что с ними случилось. И приходит понимание, что вот это было правдой. Кстати, такие сцены, безусловно, принимают не только армян, но и россиян. Ведь, глядя на это, они прекрасно понимают, что тут было, чтобы случились такие горы трупов. И все это сделала азербайджанская армия с армянскими боевиками, которые воюют их оружием и которые учились воевать в российских военных вузах. То есть в данном случае не было истории, рассказанной победителем, а победитель позволил побежденному и его хозяину самим рассказать эту историю так, как они это сочтут нужным. И те рассказали. Похоже на то, что и те, и другие оказались в шоке от того, что они увидели и поняли, насколько ситуация для них оказалась серьезной. И вот результатом подобного откровения стало как раз то, что случилось с российской пропагандой, которая сыплет за воротник и армянам в том числе. Вот посмотрите на один из множества почти однотипных роликов, идущих сейчас по центральным российским каналам, ссылку найдете там же. Мог ли кто-то о таком пейзаже даже подумать полтора месяца назад? А теперь, пожалуйста. На заглавном фото изображена система град от российских миротворцев, стоящая где-то в Карабахе. Это фото пошло гулять по сети и обычно его комментируют так. Зачем миротворцам грады? Но, наверное, тут уместен другой комментарий. Россияне так и не нашли ничего, чтобы применить в новом типе боевых действий. Это фото очень симпатичное, поскольку для азербайджанской армии именно этот пейзаж – идеальная цель, которую они валят в один момент. По большому счету, это бесполезная железяка, рядом с которой даже стоять опасно, поскольку она будет гарантированно уничтожена при малейшем обострении ситуации. А место рядом с ней – потенциальная братская могила для экипажа и любых ротозеев, которые окажутся рядом. То есть российские военные, увидевшие это, и не только это, наверняка поняли, что в принципе на месте армян могут оказаться и они, вместе с тем железом, с которым они туда зашли. Понятно, что не все, поскольку часть из них отбита на всю голову и ничего не поймут. Но там же есть и грамотные военные. А они увидели то, что армянам просто нечего было противопоставить противнику. И их тут просто деклассировали или вывели как тараканов или клопов. Россиянам дали на это посмотреть лично, пощупать и понюхать, чем это пахнет. Но есть и еще один момент. Именно в таком формате мероприятий Баку перебросило мяч на сторону Армении и теперь именно армянам приходится думать, что с этим делать. И Пашинян теперь крутится, как уж на сковородке. Именно сейчас он вынужден публично говорить вещи, которых не сказал бы ни при каких других обстоятельствах. В частности, пусть и не прямо, он подтверждает полный разгром именно его армии, а не армии Арцаха. О чем рассказывал Стрелков и возмущался тем, что Пашинян туда не отправил регулярную армию. «Нет, Стрелков, Пашинян ее туда отправил. И она там была разгромлена. Это он сказал лично. Вот его прямая речь». «Вчера я сказал в своем обращении, что краеугольным камнем, который привел к подписанию нами этого заявления, был тот факт, что город Степанакерт» армянское самоназвание азербайджанского города Хэнкинди, столица Нагорного Карабаха, «фактически остался беззащитным после падения Шуши. И если бы мы очень быстро, в течение нескольких часов, не остановили бы войну, пал бы он, после чего 20-30 тысяч наших солдат, в зависимости от сценария, автоматически оказались бы в блокаде». Еще раз, это слова не истерички из балетной школы и неусловного Садового, который в 2014 году записал видео, в котором вещал о том, что Украина проиграла войну, а речь «главы государства Армения». Тут про блокаду он сказал мягко, а на самом деле речь идет об уничтожении этой группировки, так как это было видно на первом видео. И тут важно уловить два момента, он прямо говорил о наших армянских солдатах, а не о мифической армии Арцаха и указывает примерную численность этой группировки, до 30 тысяч бойцов. На минуточку, на момент начала боевых действий численность армянской армии составляла 70 тысяч человек. Отсюда следует, что речь шла об окружении как минимум половины армянской армии, а как мы уже видели, какая-то часть этой армии уже была утилизирована. Азербайджанцам удалось уничтожить почти всю технику армянской армии и существенное количество личного состава. Таким образом, с учетом потерь, понесенных армянами, та самая группировка войск, о которой вел речь Пашинян, оказывается почти всей армянской армией. Вот так. Никакая пропаганда не смогла бы нарисовать картину разгрома лучше, чем это сделал сам Пашинян. Ну и что дальше? А дальше и армяне, и россияне вынуждены выбирать из тех вариантов, которые им предоставил Азербайджан и Турция. То есть, у них есть выбор между плохим и очень плохим вариантом. И теперь они мечутся между ними, но в первую очередь, это касается Пашиняна. Понятно, что он оправдывается за поражение. Он не говорит о том, что его армия оказалась неспособной вести новую войну. И более того, он не может прямо говорить о том, что она и не собиралась воевать, а рассчитывала на то, что воевать будут россияне. А потому оправдания звучат вот так. Нужно учитывать те обстоятельства, при которых было принято это решение. А такое решение было принято в результате анализа военной ситуации. Каким бы недалеким Пашинян ни был, но он должен знать и чувствовать, что после поражения население страны неизбежно выходит на два классических вопроса. Кто виноват и что делать? И вот Азербайджану сейчас очень выгодно то, как Ереван на них ответит. Причем Баку устроит любой вариант этого ответа, просто сиди и жди, смазывая оружие и раскладывая боекомплект. На первый вопрос у Пашиняна может быть два ответа, кроме того смазанного, который приведен выше. Первый – взять ответственность не только на себя, но и на Армению вообще. Просто назвать всю эту эпопею с оккупацией азербайджанской территории авантюрой, уличив тех, кто принял решение захватить земли вне Карабаха, по которому армяне формально еще могли бодаться и чего уже не смогут делать никогда. Но тогда надо брать часть вины и на себя, ведь если ты все это понимал, то почему ничего не делал в этом направлении, когда пришел во власть. Так он никогда не пояснит ситуацию и не укажет на тех, кто виноват, а потому будет намекать на то, что виноваты россияне и это в долгосрочной перспективе сработает как надо. Проще говоря, когда армяне очухаются этой обиды они россиянам не простят никогда, ведь военные провокации, которые Армения десятилетиями исполняла, были в пользу РФ, а теперь вон как все сложилось. Ну и вопрос, что делать, тоже интересен, поскольку при моделировании вариантов ответа на него Пашинян открывает миру глаза на то, что собой представляет Армения в этом конфликте. На фоне рассказов того же Макрона о белости и пушистости миролюбивых армян, сам Пашинян говорит вот что. «Я могу сказать больше. Мы можем просто взять эту бумагу, разорвать ее и выбросить. То есть нет проблем, но нужно иметь определенные представления о последствиях. Это означает, что мы возвращаемся к ситуации, в которой был подписан документ, а это значит, что мы говорим, пусть наши 30 тысяч солдат окажутся в блокаде». Вот и все миролюбие Еревана. По сути, мирное соглашение для Пашиняна – бумажка. А соблюдать условия он вынужден только потому, что азербайджанская армия разгромила часть армии армянской, а остальную вкинула в оперативное окружение. Очевидно, что никаким другим путем Армения не дошла бы до мирного соглашения. И это разъяснение теперь звучит не из Баку, как это было три десятка лет, а прямым текстом из Еревана. Как иначе можно было добиться раскрытия карт Армении? Никак. Вот они и раскрыты. Ну а теперь, если Пашинян решит порвать бумажку, то четко покажет, кто разорвал мирное соглашение и кто несет ответственность за все, что будет дальше. А что будет, легко читается прямо сейчас. И российские миротворцы тут вообще не играют рояля. Им просто дадут быстро уйти. Чтобы их не перепутали с армянами наподобие инцидента со сбитым Ми-24. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok